Слово Слово и свет появился из тьмы Над водой, над землей засиял небосвод голубой А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой Здравствуйте, друзья! Я приветствую всех, кто вместе с нами учит церковно-славянский язык Давайте сейчас все вместе помолимся Богу и начнем наш урок Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи благослови Друзья, сегодня необыкновенный день Благовещение Пресвятой Богородицы Этот великий праздник Святая Церковь называет началом нашего спасения Потому что в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть Она будет Матерью Спасителя Мира Так было положено основание спасения рода человеческого Во всех храмах сегодня совершается торжественное богослужение в честь Пресвятой Богородицы Давайте и мы, почтим Божью Матерь, посвятим ей наш урок Помните, друзья, недавно мы познакомились с буквой Наш Предлагаю вам вспомнить иконы Пресвятой Богородицы, названия которых начинаются с этой буквы Интересно, узнаете ли вы эти иконы Божьей Матери? Итак, сейчас на доске будут возникать изображения, а вы постарайтесь назвать их Посмотрите на этот образ, ребята Думаю, многие узнали икону Неополимая Купина Напишем ее название по-церковно-славянски В слове Неополимая звук О передается на письме буквой Омега Это слово, я думаю, понятно всем Неополимая значит невредимая огнем, не сгорающая А Купина – это куст Празднование икони Неополимая Купина совершается 17 сентября А как именуется эта икона, друзья? Правильно, нечаянная радость Древнее слово «нечаянный» в церковно-славянском языке имеет несколько иное значение, нежели в современном Оно происходит от глагола «чаяти», то есть ждать, надеяться Значит, нечаянная радость, радость нежданная Посмотрите, на иконе изображена история одного из чудес Божьей Матери Грешник, замыслив недоброе дело, молился перед ее иконой И вдруг увидел, что образ Богородицы ожил А на руках и ногах младенца появились язвы и кровь, как у Спасителя на кресте Человек ужаснулся и спросил, кто это сделал А в ответ услышал Ты и прочие грешники своими грехами сына моего распинаете Это видение заставило человека раскаяться И он стал жить праведно Вот так грешник, неискавший, нечаявший спасение Удостоился нечаянной радости от иконы Пресвятой Богородицы Спавшей его от вечной погибели Празднование иконе Божьей Матери «Нечаянная радость» Совершается два раза в году 14 мая и 22 декабря А вот икона «Неупиваемая чаша» Неупиваемая чаша – это чаша, которая не может быть испита до дна Неисчерпаемая Неупиваемая чаша милосердия, которым утешает верующих людей Пресвятая Богородица Празднование иконе совершается 18 мая Ребята, большинство названий икон Пресвятой Богородицы – это именования, которыми церковь воспевает ее на богослужении Нерушимая стена Неувидаемый цвет Сегодня, в День Благовещения, давайте вспомним знаменитый возглас, которым Пресвятая Богородица величается в Акафисте «Радуйся, невесту неневестная» Слово «невеста» пишется через «ядь» Однокоренные слова «ведать» – «весть» Невеста – это девушка, которая готовится вступить в брак, готовится к новой неведомой ей жизни, когда она будет женой и матерью А как же объяснить слово «неневестная»? Это отрицательная форма от первого слова «невеста» Девушка, предназначенная к браку, но не вступившая в брак Пречистая Дева Мария была обручена благочестивому старцу Иосифу, который был только мнимым ее мужем Невеста неневестная, то есть необыкновенная, несравнимая ни с какой иной невестой От рождения она была посвящена Богу И от нее неизреченно паче естества, как говорит Святая Церковь, то есть свыше законов природы Родился, вычеловечился на земле сам Бог, Спаситель мира Сегодня в храмах звучит архангельское приветствие предчистой Деве Радуйся Радуйся, невеста неневестная Будем воспевать и мы, прославляя Божью Матерь Я прощаюсь с вами, дорогие друзья До встречи через неделю Дохранят вас Господь и Пресвятая Богородица Редактор субтитров А.Семкин